Знаете, так клёво учиться в школе и видеть, как каждую перемену маленькие дети, прячась в школьных туалетах, употребляют наркотики. К этому причастен русский ютуб и ваши любимые кумиры, которые являются продажными людьми, без моральных принципов и сравнимые разве что с девушками с низкой социальной ответственностью. И мне стыдно за моё потерянное поколение, так называемое поколение Z, которое явно свернуло не туда. Пока мы вкалываем на работе, чтобы прокормить семью, наших детей травят. Жестоко, цинично, целенаправленно. Этих двух школьников в 10 и 13 лет врачи едва вытащили с того света. Дети приходят домой с дикими болями, с интоксикацией. Были случаи обморока. В Кировской области был летальный исход. Они не курят за школу и употребляют никотиновую смесь прямо на уроке. Снюсы набирают популярность у подростков. Вещество запрещено. В 2015 году, в связи с новыми поправками в законах, Снюс попал под запрет. Но спустя всего год, в 16-м, Снюс начали ввозить под видом жевательного тавака. Никакой ответственности продавец не несет по закону на данный момент. Представляете, что это как вот такая сейчас ситуация, как со спальцами с одно время было. Это просто лазейка. Сейчас появилось вот это такое окно, брешь в нашем законодательстве. Дикие совершенно огромные объемы доходы. Те доходы, например, та же самая наша табачная корпорация, которая у нас в Сарате. Его даже с нашим бюджетом областным не сравнить. Он больше. Прибыль табачных компаний, которые сейчас ввиду сокращения потребления сигарет по всему миру, теряют деньги, теряют прибыль. Они находят новые способы заработка. Причем Снюс, он с точки зрения экономики гораздо более рентабелен, чем те же сигареты. В снегу лежали два ребенка. Как потом выяснилось, одному малышу было 10 лет, а второму 13. На этих кадрах вы видите последствия употребления Снюса. В одной порции столько никотина, что можно запросто убить несколько лошадей. Кто слышал про это? Подними руку. Про это в классе слышали все. Без дыма и огня, но с наркотическим эффектом. Их называют Снюсами, в переводе со шведского – нюхательный табак. Но табачные Снюсы в России запрещены, никотиновые в свободной продаже. Нет контроля за тем, что там подяжится в этих пакетиках, в конфетах и так далее. Что предлагается? Без табачной никотиновой смеси, известной в России как Снюс, любой подросток может приобрести совершенно открыто не только в интернете, но и в продуктовых магазинах и табачных лавках. И вот можно представить, какой эффект получает мозг ребенка, когда он себе вот эту штуку заправляет под десну. Ну, вот курящие люди могут себе эффект от эйфории вспомнить выкуривание одной сигареты. Здесь сразу две пачки. Даже продается в школах, это употребляют школьники. Меня это напугало. У нас на футбольном поле оно лежит спокойно. Оно – это что? Это шайба, которая соснился. Что это такое-то? Это категорически противопоказано. Он дает очень высокую концентрацию никотина в крови со всеми эффектами этого тяжелого яда. С начала осени уже более 10 школьников попали в больницу из-за снюсов. Это реальная, серьезная, сегодняшняя опасность для наших детей. В городе Заринске Алтайского края едва не умер 13-летний школьник. Организм не выдержал ударной дозы никотина. На уроке «Остановка дыхания» пришел в себя в реанимации. В этот раз откачали. Если он сегодня начинает пробовать это вещество, завтра мозг может дать сигнал попробовать что-то другое, что-то более серьезное. Все, нормально все? Данил, смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Как видите, приобрести снюс можно абсолютно в любой табачной лавке. Это мы сделали прямо сейчас. Вот так вот выглядит. Продается этот табак в таких шайбах. Внутри мы видим вот такие вот подушечки с содержанием никотина. Что за вещество находится там, пока неизвестно. Ну, они скрывают. Даже то, что девочка отдала учителю, об этом тоже не учителя сказали. Об этом сказал ребенок родителям. В Швеции, откуда приходят эти смеси, детям такое не продают. Там строгий запрет. В России на возраст не смотрят. Ну, кто их продвигает? Это те же самые табачники, понимаете? Они всячески пытаются обойти законодательство Российской Федерации. И у них, к сожалению, это очень хорошо получается. Вот эти несмышленыши, копирующие взрослых популярных дядь, ваши дети. И пока вы заняты на работе или засели за телевизором, они снимают обзоры на легальный наркотик. С вами я, Черный Гном. Сегодня на моем канале вы увидите обзор на СНЮС. Чтобы СНЮС не пролез через эти лазейки и нужны новые поправки в законе. Родителям нужно присмотреться к своему ребенку и тому, на что он тратит карманные деньги. Рекомендуем. Наконец-то соскакивать с этого. Ну, конечно... Да, я еще хочу сказать. Вы, наверное, спросите, через сколько пройдет ломка и тому подобное. У меня она прошла через месяц, у Лёхи через 20 дней. И у меня стаж больше. Редактор субтитров А.Семкин